Помолчать И в прозрачной воде окунуться в глаза твои синие Как же хочется сердцем, душой мне все это обнять Разве можно у сына отчизны все это отнять? Разве можно у сына отчизны все это отнять? Быть или не быть, вопрос, как поступить Инораз бывает, все вроде рассчитал, и тут раз циклотрон сломался Где Лика? Что-нибудь знаешь о ней? Осуществляется за счет его сжатия посредством сходящейся сферической детонационной волны Во взрывчатом веществе Не знаю, я ничего не слышал о ней, очень давно уже Никита Иванович, пройдемте со мной, а вы послушайте пока умных людей Повлекут за собой разработку новых методов регистрации высокоскоростных процессов Кто кого узнал? Я узнал Кого? Я узнал Ивана Гучкова Каким образом? Дверь закройте! Я спрашиваю, каким образом вы его узнали? Быть или не быть, по фразе, по голосу, по манере говорить А я вас узнал, Кривцов Вы неплохо фехтовали на сцене Гамлет Верно, Гамлет Быть или не быть, вот в чем вопрос Только в моем варианте по-другому было Быть или не быть, вопрос, как поступить Как поступить? Трудный вопрос Думаю, нецелесообразно объяснять Гучкову О критической массе Урана и о нейтронах У него наверняка все уже вылетело из головы А вы постарайтесь Мы закончили разговор? Нет Я не знаю, что с вами делать, Кривцов Случайно? Я надеюсь, что случайно Раскрыт секретный сотрудник Я обязан принять меры Я умею хранить секреты Никому не скажу Чего вы не скажете? Что видел Гучкова Нет никакого Гучкова Читайте Слух читайте Чтобы до печенок пробило Гучков Иван Георгиевич В бою за социалистическую родину Верной воинской присяге Привив геройство и мужество Был убит 15 ноября 1942 года Похоронен Западнее города Волков Ленинград Ленинградской области Ну Я понял Нет Гучкова Убит Я помогу разобраться Вы должны помочь Никита Ты не хочешь узнать, как меня приняли? Ну как? Ну начальница вроде толковая А лаборанту, наверное, лет 90 Лихо, давай дома поговорим, ладно? Раз, что теперь будет, о чем поговорить Ну хорошо, дома так дома Что-то случилось? А где склад, Никита? На первом этаже, там спросишь Никита Иванович, уточните, пожалуйста С начала войны вы служили в Кронштадте В зенитной батарее, да? Нет, я два месяца Сначала в артиллерийском училище Затем в Кронштадте Командир зенитного орудия Это очень сложно, потому что огромное средство тратится и на уран, и на плутоний Давайте Вот Вы не знакомы Разрешите представить Никита Иванович, физик Любезно согласился нам помочь А это наш сотрудник Вильям Шекспир Не физик, но товарищ упорный А главное, обучаемый Прошу вас, Никита Иванович Никита Иванович Никита Иванович, давайте, чтобы не затягивать Пункт первый Устройство атомной бомбы и проблемы ее конструкции Пункт второй Технологии добычи урана и плутония Уран и плутония Так в чем же разница этих двух элементов и создания бомбы? Начнем с самого важного Для того, чтобы получить атомную бомбу, нам необходим обогащенный уран Вот В этом и возникает В этом и возникает главная сложность Потому что Если в двух словах Если в двух словах, то мы берем Две части обогащенного урана Соединяем их вместе И получается критическая масса Маску надень Теоретически мы способны Ты скажи, кто-нибудь говорил о ней что-нибудь? Когда ты последний раз ее видел? А? Что? Но нет, практически мы этого пока делать не можем Потому что не обладаем необходимыми средствами Необходимым материалом Угу, здорово Давай, беги в комнату скорее Традиция тут что ли такая? Почему дверек не запирают? Хотите, чтоб обворовали? Никита, что случилось? Ну что ты молчишь? Я был в органах Надо было допуск оформить Узнала, что с Иваном Что с ним? Он арестован? Нет, не арестован Ты сказал, что был в органах Я решила, он Он жив? Никита Никита Он жив? Нет Я видел свидетельство о смерти Смерти? Кого? Я видел похоронку на Ивана Погиб 15 ноября В Волховском районе Покажи 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 мне Ну покажи мне Я не родственник У него нет родственников У него кроме меня Никого Нет Нет Почему я не плачу? Почему я не плачу? Я не плачу Потому что Потому что я не верю Мне не веришь Бумаге не верю Никита Послушай Я тебе очень благодарна Ты спас мне жизнь Но я никогда не смогу тебя полюбить Никогда Даже если не увижу Ивана Я У нас с тобой ничего не получится Ты понял? Кроме любви Есть еще другие чувства Дружба Уважение Сочувствие А на все эти чувства Ты можешь рассчитывать Только давай договоримся Той лиги Прежней Нет Умерла Все Договорились Знаешь Есть оболочка Кожа Кожа А внутри Пусто Ничего не чувствую Завтра пойдем в ЗАГС Уже завтра Ты же понимаешь Что с меня требуют документы О женитьбе в академии Мне там поверили Конечно на честное слово Но Трудоустройство твое На волоске висит В Москве нельзя находиться Без регистрации Нельзя ходить Без документов Поженимся Я пронесу документы И сразу эти вопросы уладятся Я не плачу Почему я не плачу Что благороднее Стерпеть удары неистовой судьбы Или против моря страданий Не взгод вооружиться Смерть приблизить Поступив и умереть Нет Нет Уснуть Чтобы осознать Что лишь во сне Мы заглушаем муки сердца Учитывая Нынешнюю ситуацию Особенно важно узнать Что замышляют союзники Уверен, товарищ Сталин Ничего хорошего В кратчайшие сроки Мы обеспечим доставку Секретных материалов Из Соединенных Штатов Америки Особое внимание Уделим доставке Оружейного урана Как вы назвали операцию Операция называется Шахтер Шахтер, товарищ Сталин Не теряя времени Организуйте Поиск урана На территории СССР Есть, товарищ Сталин Хочу побеседовать С твоим курьером Возражаешь? Подготовка еще не закончена Ларин Тибалыч Заодно пришли мне План подготовки Посмотрим К чему ты его готовишь Слушаюсь Я должен стать американцем? Да Его зовут Стэнли Либер Он еврей Родился в Нью-Йорке Но хорошо говорит по-русски А где он сейчас? Передо мной Это ты Стэнли Либер Ну а все-таки? На дне Тихого океана Сэр, вы получили разрешение? Да, конечно Адрес и текст письма согласованы До востребования? Это адрес моего отчима Он живет На ранчо Далеко от почвы Почтальон отказывается туда ездить Спасибо, сэр Конечно Подпишите Здесь? Да Хорошо Вот и шифровка телеграммы от дельфина На заводе Производится обогащенный до 90% уран И обогащенный до 94% плутоний Завод разделен на основную часть И три литерных сектора Допусков этих сектора Дельфин не имеет Через проходную Он что-либо пронести не сможет Так как охрану оснастили счетчиками радиоактивности Он также подтверждает, что материал, который он достал ранее Находится на территории вне завода Он готов передать их курьеру Но доставить их куда-либо вне зоны Он не сможет Вот что Ускорь подготовку Переведи шахтера на безвитаминную и безжировую диету Пусть три раза Или лучше пять раз в день Пьет касторку А то, как я погляжу У него уже щеки порозовели Есть Разрешите идти? Выполняйте Подождите, и что? Еврей не может быть из деревни? Может Только ты Стэнли Либер из Нью-Йорка Тебе в младенческом возрасте сделали обрезание Ты не вылазишь из синагоги с тех пор И ты живешь в еврейской общине Так-так Мне? Мне обрезание? Ну не все сразу Сначала научись правильно в синагогу входить Пожалуйста, пожалуйста Каждый еврей, приступая порог синагоги Или любого еврейского дома Должен дотронуться и поцеловать мизузу Висящую на дверном косяке Пожалуйста Прошу вас А где женщины? Сегодня что, мужской день? Фуражку не снимайте, пожалуйста Почему? Мужчинам положено находиться в синагоге С покрытой головой И не важно, чем покрытой Вам достаточно фуражки Что? Сидур, бери Сидур? А ты что думал, три рубля из моего кармана? Ты еврей Но не знаешь, что такое Сидур? Почему? А ты почему не на фронте? Я? Что? Язык на плечо и винтовку Я спросил, почему ты не на фронте? А? Здоровья мало или желания? В глаза смотри Простите, у меня бронь Я тебе покажу бронь Ты у меня вместо танка на пулемет попрешь Простите, пожалуйста А вот Сидур, это молитвенник Пожалуйста Иван, стой здесь Я тебя сфотографирую Замри Хорошо, хорошо И взгляд злее Зубы не сжимай Просыпайся, в тебе люди Младенец здоров Улыбнись Имеет достаточный вес Внимание Все гости собрались Кто отец младенца? Принесите реестр Какой младенец? Юноша двадцати лет Идем Известно ли вам, юноша, что если еврей до тринадцати лет не сделал обрезания, он поставил себя вне союза между Всевышним и народом Израиля? Пора говорит, а в день восьмой пусть обрежут крайнюю плоть его Ну, сейчас многие отказываются делать бритмила Послушайте, может, в поликлинику все-таки хирурга попросим, хотя бы спирта хапну Хирург не так отрежет, либо больше, либо меньше Ну, или шрам будет не тот, или вообще я не знаю что Чего напугался, юноша, лучше поздно, чем никогда Нашему праотцу Аврааму было девяносто лет, когда он сделал бритмила И на следующий день он уже бегал и пас овец И вы завтра побежите И ничто вам не будет мешать Вот этого и боюсь Все очень просто Во-первых, гигиенично Во-вторых, красиво Что для этого необходимо? Ну, конечно, быть может, юноша прав Это для младенцев А вам нужно обратиться к хирургу К хирургу Так, слушайте меня Берите все необходимое И мы едем в госпиталь Я вас же на улице Есть Да, спасибо Спасибо Говорит Москва В заводском районе Сталинграда Наши войска вели огневой бой и разведку противника Наши подразделения отбили атаки мелких групп немецкой пехоты И блокировали ряд зотов и зданий, занятых противником В течение дня уничтожено до трехсот вражеских солдат и офицеров В Америке большая еврейская диаспора Они имеют огромное влияние во всех сферах экономики Ты должен овладеть базовыми знаниями этой религии И поэтому тебе необходимо ознакомиться с традициями еврейского народа Знать их религиозные обряды Из дэр Еще раз Из дэр Из дэр Раз Раз Из их жестов любого народа берет свое начало из национальных танцев Тебе придется разучить их танцы и песни, ты уже понял Насколько я понял, наша задача в том, чтобы вы смогли подписаться так, как подписывается вот этот человек Стэнли Либер Стэнли Либер Первое, с чего нужно обязательно начать, это с так называемого топографического размещения подписи на листе бумаги Вам... Смотри-ка, яблоки Спасибо, не надо С лета яблоки не видели Не дают житья врагам Привет советским лейтенантам, смерть немецким оккупантам Здорово Здорово Почем тебе? Пять Килограмм Штука Слушай, не знаешь, здесь ЗАГС был раньше, где он теперь находится? Да На щипке На щипке теперь Давай, давай выбирай Сегодня продаю, завтра уезжаю, одна нога здесь, другая Сейчас облава будет, потихоньку уходим с тобой Почему? Мы же не торгуем Теперь пропуск есть Варварда раздаю Залил габарил разочков 200, а Москва стоит на месте Здравствуйте Здравствуйте Ну, проходите Друзья, специальные чернила завезли, а обычных — нет. Запишу химическим карандашом. Согласны? Согласны. И я б согласилась. Тут не то, что хотя бы на ночь, не то, что замуж. Ну и в июле погиб. Два месяца вместе прожили. С тех пор никого. Уже не плачу. А раньше плакали? Похоронку принесли — не плакала. Дня через три слезы потекли. Видно, до мозга костей дошло, что никогда уже не обнимет. Никогда. Кольца готовьте. Колец нет. Ну, можно и без колец. Лишь бы любовь. Есть любовь? Любовь есть. Вы пишите Кривцова, Лика Анатольевна. Угу. Ну, объявляю вас мужем и женой. Жених первый расписывается. Поздравляю. Желаю счастья. Обменяйтесь кольцами. Мысленно хотя бы. Представьте. поцелуйтесь. Поцелуйтесь. СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА Холодно, забаляешь. Не обнимет никогда. Никогда. СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА СВАДЕБНЫЙ ПОДАРОК. СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА Кусай. Мёрзлая, надо обогреть. Ты составишь список с самыми простыми профессиями. Грузчик, мусорщик, что-нибудь с железной дорогой. Завод связан со станцией Воскоколейкой. Твой родственник работал обходчиком. Это простая работа? Ну да. Что делает обходчик? Обходчик. Ну, обходит, рельсы проверяет. Воскоколейка вот эта, да? Ну да. Вот Воскоколейка. Ну, родственник. Чем занимался, ты что, не помнишь, что ли? Чем? На работу каждый день ходил. После работы возвращался, матом её оборугивал. Водку пил. Начальники любят на работу ходить, а простой человек работу не любит. Он выходные и праздники любит. Ну да. Смазчиком ещё можно устроиться. Ну или вот этим, не знаю как называется, который под вагоны залезает и молоточком по колёсам стучит. Ну, обходчик. Как с проверкой? Положено запрос отправить по месту жительства, но в Новгородской области купировано. Я знаю. Запрос по месту жительства отправить, это, конечно, правильно. Но лучше всего для пользы дела отправить запрос в собственную голову. Я изучил его характеристики, анкеты. Остались пробелы. Какие? Ну, к примеру, он утверждает, что родственник работает путевым обходчиком, а в Демянске железной дороги нет. Ближайшая станция в восьмидесяти километрах. Ну, а обходчиком можно работать и на временной узкоколейке, которая ведёт, например, там, торфоразработкам. Такие дороги на карте не указывают. Проверь. Есть. Отлично, дорогой мой. Просто близнец. Да. Ты получил опасное задание, Иван Гучков. Возможно, твоим близким нужна помощь. Мы можем оказать помощь семье, в которой ты воспитывался. Мне неизвестно, что с ними. И нам неизвестно. У тебя я входчик? Демянск, Новгородской области. Покажи Демянск. Там сейчас немцы. Обстановка тяжёлая. Больше никого близких нет? Нет. А вот ты письмо отправил. Зимцовой Лике Анатольевне. В Ленинград. Извини, мне доложили. Лика моя невеста. Я хотел бы с ней встретиться, если это возможно. Ленинград сейчас в блокаде. Жители страдают, гибнут. Ещё не всех детей эвакуировали. Но я помогу, обещаю. Спасибо, товарищ генеральный комиссар госбезопасности. И ты, Иван Георгиевич, окажи услугу нашему ведомству. Конечно, главное – это выполнить задание. Доставить образцы оружейного урана, другие секретные материалы. Приказывать не могу. Прошу об одолжении. Нам необходимо ликвидировать предателя. Это бывший шифровальщик посольства. Вот он – фотографии жены, ребёнка. Возможные варианты изменения внешности. Мы даже знаем его адрес. Ему американцы виллу подарили. Поможешь? Да. Ты парень боевой, диверсант. Ты справишься. Запоминай. Крепко запоминай. И ещё. Не прими на свой счёт. Тебе-то мы доверяем. Но каждый наш сотрудник должен знать – предатель будет уничтожен. По законам военного времени, ничто его не спасёт, где бы он ни находился. И это тоже крепко запомни. Выполни ещё оба задания, можешь не беспокоиться о своём будущем и будущем твоей невесты. Твоё кодовое имя – шахтёр. При необходимости назови это имя любому нашему сотруднику, и информация будет передана лично мне. – Вопросы есть? – Нет. Иди, дорогой. Разрешите идти? Снегом замело. А снег был два дня назад, значит, из дома никто не выходил. Что ж ты, гад, трупы вовремя не увозишь? Хочешь, чтобы эпидемия началась? Товарищи, да я как раз собирался. Сегодня вывезу точно. Сегодня всех не вывезешь. Пупок надорвёшь. Земцова? Нет. Это не Земцова. Вот. Вот Земцова. Умерла она. Может, тебя под трибунал отдать? Не надо. Пожалуйста. Пожалуйста, не надо. Дети. Они без меня. Проверьте по квартирам. Она… Она в госпитале работала. Месяц назад приходили оттуда, искали её. Не нашли. Да и карточек она не получала. А без карточек-то ведь никак. А если эвакуировалась? Куда там? Без документов? Умерла. Ну ладно. Вывози трупы. Спасибо. Огромное спасибо, товарищ майор. По адресу обнаружен труп отца Земцовой. Участковый утверждает, что сама Земцова умерла больше месяца назад. Новых карточек она не получала. В Ленинграде это означает смерть. Но трупа её я не видел. С этим всё ясно. Теперь по Демьянску. Там нет железной дороги. Так точно нет. Может ли житель города работать путевым обходчиком? До ближайшей станции далеко. За день не наездишься. Думаю, что в Демьянске путевые обходчики не живут. Найди толкового офицера, который хорошо знает английский. И бывал в Америке. Толкового, понял? Так точно. Нужно будет на три дня слетать на Камчатку. Есть. Как лучше провести проверку? Физическое воздействие не подойдет. Парень крепкий. Может озлобиться и ответить. Рекомендую воздействовать психологическими методами. Психологическими, понял? Так точно. Вы свободны. Руки так, да? Ага. Так ножки согнули. Эту налево. Хорошо. Точка не появилась, потому что вы не задержали. А потому что перо более тонкое. Ничего страшного в этом нет. Это прямо на корабле самолеты, которые взлетают с палубы авианосца. Как Стэнли Либер, ты должен отоскать. Black cat, that and the man. Black cat, rat. Еще раз. Расслаблены. Тело расслаблено. Ага. Назад. Там, там, там. Смотри, уникай. Давай Ивану. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Не так надо! Надо тридцать! Вот так! Оп! 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 Опа! Здравствуйте. Иван, вставай. Давай-давай-давай. Давай, иди спать. Утром подниму. Настроение боевое, Шахтер? Так точно, товарищ генеральный секретарь госбезопасности. Зубы проверили? Никак нет. Виноват. Это моя недоработка. А говорить и все готово. Американский врач на медосмотре. Посмотрит зубы и обнаружит, что пломбы не американские. Если есть заметные пломбы, лучше удалить зубы. Будет сделано, Лаврентий Павлович. Сделайте, пожалуйста. Присаживайся, Шахтер. Присаживайся. Товарищ Берия разрешает. Хорошая новость для тебя, Шахтер. Нашлась твоя невеста. Лика? Ну, это тебе лучше знать, кто она. Она в эвакуации в Ташкенте. По вопросам секретности, встречу не разрешаю. Но ты можешь написать ей письмо. О любви, о вашей будущей совместной жизни. Спасибо. Ищи. Вылетать скоро. А то твои зубы прорезались. У тебя коронки есть? Да нет у меня ничего. Пломб, какие-то коронки. Ты когда последний раз зубы лечил? Да не лечил я зубы. Как это не лечил? Так не бывает. Так не лечил. Да, на подпись отдавайте. Рот открой. Шире. А. Слушай, повезло. Все зубы целы. А вот Стэнли Либеру вряд ли так повезло. Понимаешь, врачи откроют на медкомиссии карточку, а там десять пломб и две коронки. И что тогда? Товарищ майор, вы обещали вчера зайти. Оленька, зайду, зайду. Я помню. Понимаешь, знать бы, какие Стэнли Либер зубы лечил, мы бы их тебе удалили. Как будто ты их в лагере потерял. В этом проблема. Ладно, полетели. Хорошие часы, товарищ майор. Американские. Лизинг. Вода ледяная, дыхание перехватывает. Так что вдыхай поглубже и ныряй. И ничего не бойся. Готово все. Не дальше, чем сто метров от берега. Если волнение выше четыре балла, отбой. Навряд ли выше. Вечером небо красное было. Если небо красное с вечера, моряку бояться нечего. Не будет шторма. Держи. Пригодятся. Прощаться не будем, плохая примета. Главное, ничего не бойся. Давай. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Хватайся! Тяните его, быстрее! Давай. Вот так. Я гражданин Соединенных Штатов. Я рядовой Стэнли Либер. Я гражданин Соединенных Штатов. Я рядовой Стэнли Либер. Я гражданин Соединенных Штатов. Меня зовут Стэнли Либер. Я служил в дороговой охране Соединенных Штатов. На артиллерийском катере Детройт-4. Я рядовой. Я гражданин Соединенных Штатов. Я рядовой Стэнли Либер. Ты Стэнли Либер. А еще ты президент Америки. И моя чокнутая бабушка. Я веселый морячок. Я веселый морячок. Скажи мне свое настоящее имя. Мы все видели, как ты спрыгнул с гидросамолета. Ты русский шпион. Сознаешься. Отправим на базу. Иначе расстреляем прямо здесь. Думаешь, мы союзники накормим, организуем баньку? Нет, волочь. Рано или поздно Советский Союз попадет на наши Соединенные Штаты. Мы будем гниться на смерть и уничтожим скалинский преступный революк. Я родился в Бруклине. Вызван на флот из Сан-Франциско. Я переехал в Сан-Франциско к своей невесте Шелле Перски. Мой корабль Детройт-4. Я попал в плен и бежал. Я был в японском лагере. Мне некогда с тобой возиться. Японцы в любой момент могут высадиться на берег. Я застрелю тебя. Послушай, если ты американец, ты смотрел три мушкетера. Спой мне песню Д'Артанина. Прямо сейчас. У меня нет музыкального слова. Про кого этот фильм? Про мушкетеров? Кардинала. Миледи. Пошли. Слуги переоделись в одежду мушкетеров. Как и ты, они думали, им будет весело. По предателю Соединенных Штатов Америки. Огонь! Засмотрюсь в облака, в небо синее над головой. Пролетающий клин журавлей провожая домой. Продолжить был ангела Крылья.